Здравствуйте, судебные приставы, дверь откройте, пожалуйста. Спасибо. Сегодня в списке адресов у приставов 10 объектов в Октябрьском районе. Сумма общего долга у некоторых собственников доходит до нескольких сотен тысяч рублей. Сумма взысканий по исполнительным листам, как правило, меньше, несколько десятков тысяч рублей. Например, здесь долг собственника 30 тысяч с лишним, но вот его у самого дома не оказалось. В настоящее время я пишу требования с целью уведомления должника о необходимости явки на прием к судебному приставу исполнителю, с целью вручения всех необходимых документов и получения объяснения. Прежде чем получить вот такое письмо от приставов, должники неоднократно несколькими путями уведомляются о том, что у них накопились серьезные суммы. Правда, некоторые из граждан уверяют, что ни о каких долгах у них информации нет. Федоров Алексей Владимирович. А у нас такого никогда не было. Вы, наверное, на адресе вашего. Ну, у вас задолженность по коммунальному платежу. У Федорова? Да. А Федоров-то здесь никогда не жил. Так задолженность именно по этому адресу. То есть вы тоже должник, получается? Зачастую в суммах долга путаются собственники, которые проживают в коммунальных квартирах или в случае накопления солидарного долга, когда в квартире несколько собственников. После составления описи имущества и ареста у должника есть 10 дней на то, чтобы погасить свой долг. В противном случае по истечении этого времени приставы изымут имущество и реализуют его самостоятельно. Бытовая техника арестовывается, любое недвижимое имущество, движимое, в зависимости от суммы задолженности. Когда поступает судебный приказ на взыскание в службу судебных приставов, применяется мера принудительного взыскания, если должником добровольно не оплачивается за должность. К примеру, путем удержания сумм с пенсионных начислений энергетикам было возвращено почти 7 миллионов рублей долгов. А через банки путем списания со счетов еще 3,5. В некоторых случаях приставам приходится более индивидуально относиться к должникам. Например, здесь долг в 16 с лишним тысяч рублей числится на инвалиде второй группы. Женщина сказала, задолженность погашают, но постепенно. Даже готовы предъявить квитанции. Вы возьмите эти корешки, подойдите к приставу завтра в течение дня. Я не могу подойти. Кто-нибудь подойдет. Ну, кто-нибудь подойдет. Давайте я вам тогда напишу, куда и когда подойти. В данном случае более индивидуальный подход, так как они все-таки более ограниченные, чем рабочее население. Они не работают нигде и у них крайне низкие прожиточные возможности. Приставы говорят, такие меры имеют эффект. За 9 месяцев этого года после их визита к должникам потребители вернули энергетикам более 12 миллионов рублей.